Мы с вами продолжим тему, немножко пытаемся вдуматься в величие наших праотцов, эти главы, конечно, нам подобает вникать в эти вещи и пытаться учиться этому. Все знают, что такое слово «еврей», источник слова «еврей» — это то, что называется Авраама-еври, а слово «евре» — слово «евер», и, по-моему, это означает, что это страна, что только Авраама-еври, что весь мир с одной стороны, а Авраам с другой стороны. То есть, Авраам имел силу противостоять всему миру. Я потому что искал со всеми воевать, а то, что казалось его постижение воли Творца, этому он не уступал. Я поэтому хочу еще добавить здесь еще одно объяснение, что источник этого противостояния было в том великом постижении Авраама воли Творца. То есть человек может жить в этом мире и не видеть ничего. Думаю, что все, что есть в мире, это то, что называлось у них объективная реальность, а только материальный мир и все. А есть постижение, связанное с величием человеческой души, которое позволяет видеть вещи не только поверхностные, а также их глубину, их источник. Источник этого постижения, он в том, что изначально Всевышний создал человека, во целом и легком, и об этом пишет, что все высшие миры, у самых низких, они отражены в человеке. То есть по своему собственному содержанию собственной души, чем может постичь и высшие, и низшие миры. Как-то слышал это объяснение, потому что я сейчас скажу от Рамы Шапира, сказали наши мудрецы, что Авраама вину, его почки превратились в две книги Торы, и по ним он научил Тор. Авраама вину не получил Тора от своего отца Тераха. Он объяснил, что Тора то постигал изнутри, так в нем была заложена эта вещь. Заложена эта вещь. Это есть истинная структура человеческой души. А так эта проблема очень простая. Человек может потерять более высокий уровень своей души. Может их похоронить, может от них убежать. Интересно, что есть там пять уровней души. Я буду говорить о более трех низких неприш, руах, нишома. Человек грешный, его нишома его оставляет. Осталось только неприш и руах. И о том, что говорят наши мудрецы, что преступники при жизни считаются миротворцами. Почему? Потому что какой-то более высокий уровень души их оставил. Есть видение мира, видение мира на уровне низком, на уровне нефиш, плоских потребностей и так далее. И более высокое. Вот Авраам видел мир, видел мир через протяжение своей души. Он постигал волю Творца. Он постигал, что совершенно необходимо, чтобы у этого мира есть Творец, который не просто сотворил когда-то, но сейчас он им правит и руководит. Невозможно представиться мир без этого. Это долу постижение очень высокое. Считывая достоинства и постижения Торы. И даже когда, когда правильно с этим наблюдаем в мире всякие более низкие вещи, есть у Всевышнего замысел, почему он создал мир. Замысел этот очень высокий. И поэтому ради прихода к этому, ради того, чтобы достоинство этого замысла, мир должен пройти через всевозможные, всевозможные испытания, создания зла, борьбы со злом. И об этом подробно говорит книга Датвунот, очень святую покамея по чести. И понимание, с одной стороны, величия замысла Творца, здоровственное нахождение в этом мире, это то, что называется нашими мудрецами, что как лестница, которая стоит на земле, а верхняя ступенька находится на небе. И тут я хочу вам объяснить две темы, которые реально будут у нас скоро в наших ледяных главах. Есть у нас в одной главе две совершенно противоположные вещи. Если я ошибаюсь в том, что противоположные, может бы я это исправлю, посмотрим. В главе Вейера у нас и с одной стороны, как бы Абрама Вину борется со Всевышним ради спасения с дома. Ради спасения с дома. С другой стороны, он ведет на заклание собственного сына. То есть, когда речь идет о спасении с дома, говорит Абрама Вину, халиллах, это будет о свернении имени Творца, если погиб из дома, к нему, величайший преступник. Конституция велит ему принести Исхака в жертву ни одного слова. Ни одного слова. Я хочу эту вещь немножко объяснить. Это очень непростая, непростая вещь. С одной стороны, Абрама Вину прекрасно понимал то, что замысел Всевышнего настолько высокий, настолько непостижим, что не нам, так сказать, не нам критиковать или сомневаться и так далее, и так далее. Да, Абрам постиг, что не совершенно бессмысленно человеческие жертвоприношения. Абрам понимал, что в этом нет никакого смысла, принестили из Исхака в жертву. Он понимался всем пониманием Абрама Вину, всем подстяжением его Торы. Это, видишь, Хадам Сойфер, мы это опубликовали больше года назад Брат Исхак, летом. Этот отрывок из Хадам Сойфера. Но надо еще одна вещь. Замысел Всевышнего, выше и глубже всех, всех наших пониманий. Дальше мы не понимаем наше место в этом мире в полном городе Творца. Это касалось жертвоприношения Исхака, это тоже касалось и в том, что он пытался с дома. Уже все, Абрам прекрасно понимал преступность с дома. Возможно, он понимал это не до конца, как понимал это Всевышний. Буквально видно, что он пытался их защитить, искать оправедников, которые в итоге не нашлись. Попала еще одна вещь. Когда в этом мире видно, что вроде Всевышний вершит не по правосудию, это исквение имени Творца. Безусловно, Авраам не сомневался в том, что если Всевышний что-то сделает, то все истинно и праведно и так далее. И еще одна вещь. Как это выглядит в этом мире. И поэтому там, где он не был, ему не было заповедано что-то делать, со с домом не было заповедано ничего. Он обратился к Всевышнему с просьбой, чтобы его высшая милость не была скрыта, чтобы мир не видел разрушения, а было спасение. То есть, что просил Авраам? Авраам просил, чтобы высшее милосердие Творца и то, что он постигал, как Хеседа Шем не раскрылись, они были скрыты. И, безусловно, Авраам прекрасно знал, что даже если дом будет уничтожен, как в итоге и было, то это все проявление высшего милосердия Творца тоже. Я вам скажу, тут есть глубокая вещь, которую, в общем-то, может быть, даже не надо было говорить, но все-таки я упомянул. Мы с ним упомянули слова Рабхайма из Воложина. Он, все правильно помню, в частности, в третьем вратах, в третьем вратах, на Вишахаим, объясняет, что есть постижение мира, постижение реальности со сны Всевышнего, а есть постижение с нашей стороны. Есть только Всевышний, то, что даже по-русски нет, нет никого, кроме Бога одного. Ничего, есть только Всевышний. Если смотрим это с нашей стороны, есть стол, есть моя шляпа, это вещь истина, это не фантомы. И поэтому одно из достоинств Авраама, это то, что мы должны все в него научиться, это постигать вещи высокие, более скрытые, несмотря на то, что в этом мире вещи выглядят иначе. Я вернусь к нашей теме. Обычно надо хорошо повторять, чтобы это стало ясно для нас самих, это другим объяснять. Мы сейчас находимся в период пандемии коронавируса. Есть то, что называется внешняя сторона, есть размножающийся вирус, размножающийся, распространяющийся, а есть всего этого духовные источники. Духовные источники не вне нашего постижения. Радуешься, есть люди, у которых есть Руаха Койдиш. Но, безусловно, вирус является порождением меры суда. Более или менее тяжелая мера и суда, которая спустилась в этот мир. Такое и есть у нас два способа с вирусом воевать. Один, дозволенный, сказано в Торе, рапой и рапой, что надо разрешение врачу лечить. Можно предупреждать эпидемию, всевозможные ограничения. Все правильно. Но это не то, что называется типульшорож. Типульшорож называется и проблему излечить в корне, проблемы. Кроме того, надо всегда проблемы стараться решать, исправлять в корне этой проблемы. Тогда это полное исправление. То есть, так как причина его в этом мире – это мера суда, надо подумать, надо знать, как нам будет пробудить меру милосердия Всевышнего, меру милосердия и благословение, то, что мы уже говорили. И уметь… Я просто говорю про простой очень пример. В средние несколько недель слышалось крики, обвинения, что наши дети идут лечиться в хедро, тем самым разносят заразу. Причина всех наших бед – это отход нашего народа от Торы. А кто нам говорят? Надо еще больше отойти от Торы, чтобы были еще больше бед. Никто никому не обещал, что здесь не может быть зараза в хедере, может быть зараза в хедере тоже. Но есть исправление в корне. Это решение в большом счете – это решение нас всех. И нас, и нерелигиозных Торы к исполнению ее, приход в мащеях – это решение всех проблем в корне. Вопрос уровня стерегации – это вопрос, что решают великие смертные члены народа Израиля. Надо просто понять. Нам надо вылезти из видения вещей человеком, у которого нет постижения, что есть что-то выше этого материального мира. Я вам приведу одно очень… может, кого-то это обидит, но я никого не хочу обижать, потому что мы просто поняли, что это идея. Иис Масекет Шаббес – такое место. Сказано «Имришойним камалохам» – если ранние мудрецы для нас как ангелы, то мы люди. Значит, мы ослы. Иис Масекет Шаббес – это простое понимание, что имеется в виду относительно. Если для нас ангелы, то мы имеем право называться на земле. Если для нас только люди, то нам место вместе с ослами. Просто по уровню, а есть более глубокое понимание этого места. Что означает человека от осла? Человек постигает вещи гораздо выше, чем он сам. А вот осел – нет. Осел видит человека как двуногого осла. Немножко другой ценовкой на нем. Если мы думаем, что наши ранние мудрецы – это люди, как мы, у нас отсутствует само постижение человека. Мы просто не понимаем того, что выше нас. Если мы понимаем, что они ангелы, значит у нас есть качество человека постигать вещи выше. Для нас, наши праотцы, и вообще, по всему счету, это всегда было достоинство великих мудрецов Торы. Они всегда были людьми. В каком смысле людьми? Ни человеком по принципу, ничего человеческому не чуждо. Это не имеется в виду. Они были людьми, что не было бы постижения человека, вещей, которые гораздо выше них самих. Это то, что надо учиться наших отцов. Видеть всегда не только окружающий нас мир материальный, а видеть его духовный источник, видеть Всевышнего, который миром правит, ведет его к замыслу его, и строить себя, все восприятие мира на этом знании. То, что говорится в двух словах, то есть ха имбера цойну, когда человек строит свою жизнь на поисках, постижении, исполнении воли, это и есть жизнь. Всего хорошего. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.